Рассмотрим седьмую нашу лабораторную работу создания бесшовных многослойных изображений она же коллажом называется в рамках коллажа мы с вами сделаем допустим эти как называется обои для рабочего стола возьмем 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 какие-нибудь так где интернет размеры экранов есть стандартные ну какие-то вот 1920 1280 решили что-то в этом роде ну то есть размер экран у нас с вами у каждого свои бывают поэтому для того чтобы сделать коллаж нам с вами понадобятся какие-то изображения например в гугле мы с вами можем найти какой-нибудь летний лук картинки выбираем качество размера большого и и и и выбираем летний лук сейчас что-нибудь как выберем допустим он у меня будет примерно вот такое то есть я вставил картинку номер один куда-то дальше у нас есть зима зима бывает разная хотелось бы ее найти чтобы без каких-либо подписей были вот сейчас подгрузится вот у нас что-то такая маленькая 2000 вроде бы вроде как обманули не 2000 ладно два раза и увеличить можно но конечно вот самое главное в этой лабораторке то что мы изображение накладываем внахлёст одна одно на другое что там еще бывает у нас с вами бывают водопады как мне кто-то рассказывал и знающих людей у нас водопад номер один или у нас с вами бывает еще довольно веселая картина когда в дворе замерзла все что могло замерзли вот получилось у меня четыре изображения которые друг на друга вот внахлёст накладываются при этом я их раскладываю совершенно беспорядочно мы точно видим где у нас заканчивается одна фотография начинается другая фотография называется швом наша цель создать бесшовность в этом все выбираем одну фотографию которая лежит на другой фотографии верхнюю верхней фотографии применяем маску слоя в режиме маски слоя мы можем обрабатывать нужных частях изображения регулируя прозрачность прозрачность ли вы регулируется любыми инструментами рисования я буду пользоваться кисточками берем создаем маску слоя когда у нас создано маска слоя в слоях миниатюре появляется вот такая вот вторая миниатюрка посмотрите обязательно на заголовок фотографии там будет скобках написано маска слоя то есть обычно когда вы включаете основной миниатюру это режим рисования наш но цветовая схема будет показанная живая сми там или еще что то мы должны сделать так щелкнув по второй миниатюре чтоб активировался режима маски слоя берем инструмент кисточкой рекомендую большую и пушистую то есть 0 жесткости кисточку и работаем с двумя цветами черный и белый цвет с помощью черного цвета мы с вами наносим стопроцентную прозрачность посмотрите на миниатюра здесь наши маски кисточкой показан так она работает в принципе как резинка с единственным но а если резинкой вы стерли то вы стерли а если вы работаете в режиме маски слоя просто меняете местами цвет и кисточка будет наносить непрозрачность обратно то есть возвращать изображение это не повреждающая технология редактирования изображения так она в литературе и сертификационных экзаменах компании adobe указано если вы будете сдавать что ничего не дает резинка того чего надо когда работает на сто процентов инструмент он похож на резинку но это не то чего мы хотели интенсивность работы кисточки сверху это регулятор непрозрачности или нажима можете любой из них в общем-то использовать я уменьшил интенсивность работы кисточки до 30 процентов и обработаю край таким образом чтобы у нас с вами здесь в общем переход помягче и не было этого швали какая композиция у нас получится это вы сами как бы решайте здесь обратно эту штуку обработали потом побежали смотреть что здесь не так ну давайте вначале разы посмотрим что тут получается добавляем маску слоя так цвет черный и здесь вот обрабатывает наши сосенки чтобы не мешались вот как-то что-то в этом роде так включаем следующую фотку добавляем туда маску слой если вы еще раз нажмете там добавится еще одна векторная маска этого делать не надо нужно чтобы просто для два этих элемента тут присутствует вот таким образом у нас получается вот такой вот интересненький достаточно странный коллажек без особых усилий которые мы к этому делу приложили верхние не очень удачное изображение с моей точки зрения получилось потому что я его расположил не совсем правильно изначально поэтому немножко пришлось повозить вот ну теперь как-то получше и осталось добавить какого-нибудь перчика например можем сверху вот такую штуку зафигачить так она чересчур большая получилась конечно я немножко поменьше сделаем ее в центр посажу данный инструментарь он позволяет нам обойтись без инструментов выделения просто кто любит кисточки у кого графический планшет есть значит это такая вот штука которая достаточно неплохо позволяет нам с вами вписывать вписывать нужные нам объекты туда куда мы с вами хотим вписать так так ну немножко усилию влияние нашей планеты конечно надо было бы более то самое ну смысл вы поняли вот то что подразумевается под использованием маски слоя для вписывания изображения один другое я надеюсь у вас тоже все получится и дальше и дальше я и и и и и и и и и